Здравствуйте, все самое интересное из Ярославского спорта, только на Первом Ярославском, это Яплю Спорт в студии Дмитрий Жданюк. Сегодня подведем итоги Переславского полумарафона, поговорим с его победителем и обратимся к прекрасному, о художественной гимнастике здесь речь, но сначала наш небольшой дайджест. 2000 человек вышли на старт полумарафона бегом по Золотому кольцу в Переславле-Залесском, и это после года без стартов. В прошлом году мероприятия были отменены в связи с распространением пандемии коронавируса. В этом году география широка, это 180 городов-участников из России, Азербайджана, Казахстана и Украины. Участники могли пробежать дистанцию в 3, 10 и 21 километр. Система фиксации результатов была традиционной, это электронный чип, который фиксировал время старта и время финиша. Каждый финишер получил уникальную медаль забега. Это традиционные забеги для нашей семьи, уже третий год, и по-другому просто не может быть, потому что первый год я бегала одна, второй год мы познакомились всем вместе, и теперь у нас есть какая лягкая, которая бегает с нами. Это здорово, это заряжается, и это пример для подражания для многих семей. И даже с маленьким ребенком я начала бегать, и наш папа начал бегать, потому что мы хотим показать людям, что это возможно, и это классно. Твердость характера и воля к победе. Спортсмены Ярославской области завоевали 8 медалей на всероссийских соревнованиях Покудо. Они прошли выходные в областном центре. Из 8 медалей 4 золотые. Кроме того, сборная региона поднялась на первую ступень в Едестала в общекомандном зачете. Конкуренция у атлетов была высокая, на турнир приехали более 100 сильнейших спортсменов со всей России. Ярославские спортсмены на своей земле. Им и земля, и стены помогают. Потом Ярославское отделение считается одним из лучших в стране. Оно одной из самых больших по численности. И очень-то очень хорошие спортсмены представляют. У вас есть чемпионка мира Анастасия Мошкина. И спортсмены всегда находятся в элите российского пудо. Я надеюсь, что кто-то из них попадет в сборную и поедет защищать цвета нашего флага на Японию на чемпионат. Статус лучший подтвердила чемпионка мира Ярославна Анастасия Мошкина. Она стала абсолютным победителем в своей категории. Анастасия начала свой спортивный путь в 8 лет. В 22-м в ее копилке немалое количество наград международного уровня. Сейчас ее главная цель – получить звание заслуженного мастера спорта России. Теренования закончились. Можно покушать спокойненько, отдохнуть. На следующий сезон очень большие планы, цели. В следующем году будет чемпионат России в марте. И он будет отбороченным на чемпионат мира, который будет проходить в Японию в мае. Поэтому все шансы – поехать на чемпионат мира и за его рази золото. Ну а теперь продолжаем тему Переславского полумарафона. Главное событие забега Александровские версты – был установлен новый рекорд трассы. Теперь он принадлежит абсолютному победителю забега – Переславцу Максиму Черезову. На всю дистанцию у него ушел 1 час 10 минут и 44 секунды. Как это ему удалось и как он готовится к забегам – об этом и не только он рассказал во время интервью. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с рекордом. Действительно такое вот большое достижение. И вопрос логичный возникает у всех наших зрителей, да и у меня в том числе. Как вам удалось так быстро преодолеть вот эту вот дистанцию полумарафона? Ну, на самом деле, помог еще соперник Дмитрий. Мы почти всю дистанцию бежали вместе. Уже под финиш. Км за 4,5. Горка я начал с коленей. Уже держал хороший темп. Смотрю – сбиваю. Улучшить рекорд. Еще даже смог добавить. Силы появились. А если бы не знали, что рекорд можно улучшить, так бы спокойно и побежали бы дальше? Ну, нет. Дмитрий был недалеко. То есть он всего бежал 10 секунд сзади. Приходилось все равно терпеть. Хотелось все равно выиграть дома. В какой момент поняли, что все, соперник вас не достигнет? А и Б – рекорд побит. Ну, уже за километр до финиша, когда пошел такой спуск, там уже довольно-таки быстро разогнался. И, ну, обернулся еще назад. Успел посмотреть. Уже видел, что он далеко. И понимал, что выиграли. Ощущения какие были, когда вас объявляли, сказали, что это новый рекорд Переславского полумарафона? Ну, было, конечно, очень приятно. Я еще недавно катался на лыжах. Буквально через месяц уже был рекорд трассы. Ну, собственно, вот интересует, я думаю, многих, с чего вы начинали. Как вообще начинали бегать именно не на лыжах? Раз упомянули, что вы лыжник. Ну, года три назад, наверное, уже четыре. Но у меня бег всегда хорошо довольно-таки получался относительно. И вот уже года три, или, наверное, три года назад уже начал так забеги бегать летом и осенью в качестве подготовки к лыжному сезону. Сколько у вас сейчас забегов различных? Больше, там, тридцати или меньше? Да уже, думаю, больше. Уже в этом году. К сотне? К сотне идете? Когда сотню разменяете? Так не считаю, конечно. Но в этом году уже четыре пробежала спела. Прогресс есть по сравнению с тем, как начинали? Насколько он большой? Прогресс очень большой. Неделю назад еще я бежал там на три минуты медленнее, чем в Переславле пробежал. То есть за неделю это очень большой прогресс на три минуты быстрее пробежать по марафону. А как получается вот так улучшать достижение? Вот кажется, три минуты – это огромная разница. Вот как получается быстрее преодолевать дистанцию? Ну, тут и соперник помог, и дома, конечно, стены помогают. Заставляли домашние стены бежать быстро. Давайте о подготовке поговорим. Как вообще нужно начинать готовиться к таким дистанциям? Все-таки полумарафон – 21 километр, чуть побольше – это не 100 метров, не 200. Это огромная дистанция? Ну да, дистанция довольно-таки длинная. Больше часа ее надо бежать. Ну, я, как правило, готовлюсь все-таки к лыжному сезону. И провожу и беговые тренировки, и велосипедные, и на лыжероллерах катаюсь летом. Зимние лыжи такие. А как часто нужно чередовать бег, лыжероллер, велосипед? Ну, стараюсь примерно ровно тренировать и то, и то. Потому что постоянно бегать очень тяжело для… Ну, нагрузка тяжелая и на колени, и на суставы. Как вообще себя заставить бегать? Я думаю, многие зрители сейчас могут себе такой вопрос задать. Вот не могу вот, хочу, но не могу. Вот как? Ну, надо для начала хотя бы ходить километров по пять в день, а потом потихоньку уже переходить на бег, немного там, километра два-три в день. Вы лыжами-то сколько занимаетесь лет? Получается? 22 года будет осенью. Тогда давайте немного в эту сторону уйдем. В зимнюю с чего начинали? Почему именно лыжи? Ну, первая секция моя вообще была в ушу. Это еще в садике, меня родители отвели. Но что-то мне не очень понравилось, все эти единоборства. Месяца два я, наверное, проходил. И вот в девять лет уже там на урок физкультуры показывал довольно-таки хорошие результаты. Так особо я не готовлюсь, не занимаюсь профессионально. Вот и учителя физкультуры посоветовали, родители-то тоже. Брат у меня занимался легкой атлетикой уже в это время. И вот так ушел в лыжи. Ну, там не надо никого бить, нужно просто ехать, да? Там, да, по спокойному. Ну, вообще, я пришел в лыжи осенью, там еще только бегали. На лыжи-то я встал только, наверное, через месяца два после того, как начал уже заниматься. Вообще, как узнали о существовании таких забегов, как полумарафоны, беговой серии, и как решились принять в ней участие? Ну, как раз эту беговую серию я начал с Переславля. Четыре назад я пробежал марафон там, когда еще проводился марафон. Я был не очень готов, поэтому еле добежал до финиша. Это был мой первый забег из этой серии. Ну, это была ваша личная инициатива, это не так, как некоторые на спор, сейчас выйду, пробегусь. Да нет, хотелось дома пробежаться, да. Выбрал очень длинную дистанцию, не по уровню подготовки. Наверное, это вас, наоборот, заставило больше работать? Ну, да. Это, как правило, проводится в мае довольно-таки рано. У лыжника этот период апреля, это отдых после зимы. И вот там уже дальше начал работать, да. Ну, сейчас вот ваша подготовка позволяет вам быть в форме круглый год? Или это ошибочное? На данный момент, да. Вот 24 января я бегаю почти каждую неделю соревнования. И форма держится довольно-таки хорошая. На удивление. Помогает хорошее восстановление. Как восстанавливаетесь как раз? Восстановление, баня, массажи, растяжка. А питание? Ну, как правило, сильно я за питанием не слежу, за спортивную диету. Я особо не соблюдаю, ем практически все. Ну, это генетика хорошая тогда получается? Или все сбрасывается, когда выходишь бегать? Нет, ну, что-то дополняю витаминами, комплексовыми витаминов, каких не хватает в организме, в виде того, что не хватает. Есть ли вообще желание еще какие-нибудь рекорды побить на других этапах бегом по Золотому кольцу и не только? Или такой самоцели нет? Есть еще у меня личный рекорд, который пока на 2 минуты быстрее, чем я пробежал в Переславле. Есть желание его побить, но это, думаю, ближе к осени где-нибудь, когда уже будем готов. На следующий этап бегом по Золотому кольцу уже заявились? На следующий еще пока нет. Побегу забег РФ здесь в воскресенье. Как оцените свои шансы вот прямо сейчас? Готовы победить? Готов. Ну, посмотрим, насколько сильные соперники приедут. Забег отменили в Москве. Ребята с Москвы могут сильно приехать сюда. Пожелаем вам успехов, удачи и, самое главное, без травм. Мы в следующие забеги, чтобы тоже прошли хорошо и с рекордами. Спасибо вам огромное. В проекте «Я плюс спорт» был абсолютный чемпион Переславского полумарафона последнего на данный момент этапа серии «Бегом по Золотому кольцу» Максим Черезов. Весна пришла, и в юбилейный раз в столице Золотого кольца стартовал международный турнир по художественной гимнастике. Ярославская весна проходит уже в 15-й раз, правда, в прошлом году стартов не было из-за коронавируса. Обер! Обер! Поймать можно мяч, булавы или обруч. Все зависит от упражнения. Но есть одно условие. Нужно делать это красиво и под музыку. Ну, это вершина праздника. Перед ней разминка, она в другой части зала, а также настрой. У каждой он свой. После выступления очень вдумчивый и взрослый анализ. Надо еще больше работать. Бывало и лучше получаться на соревнованиях. Вот. Ну, в принципе, я довольна упражнением с мячом. Но вот с булавами я потеряла. Потому что неправильно поставила руку на ловлю. Ярославская весна проходит уже в 15-й раз. Юбилей мог случиться год назад, помешал коронавирус. Пандемия внесла коррективы и сейчас. До Ярославля не добрались представительницы Белоруссии и Швейцарии. Но и без них география обширна. 15 стран и более 400 участниц. Любые международные соревнования считаются очень престижными. Почему? Потому что на этих соревнованиях при определенном количестве стран здесь дети могут выполнять звание мастера спорта международного класса. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Жданюк. Не болейте, занимайтесь спортом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok